Дзинганом занимаемся. Так, может тут впервые? А этому немного снова расскажу. Дзингангун, первая часть комплекса Дзинган Чаншоу Гун, который сделал их недоступным в Бао-Оске господной Джан Жу Шунь. До этого времени комплекс передавался учителям не был распространен и стало только в устной передаче, когда люди спрашивают, когда это в кем? Это в устной передаче. Единственное, что есть, это слова самого Джан Жу Шуни, на сайте, на который объясняет как работать в Руфе. Это общее объяснение. основан на принципах классической китайской медицины, принцип набора ян, чистого ян, вывод токенной энергии, набор нового яна. Вот это все очень лечебные комплексы. Сам по себе он служит для накопления ян и очистки ян и является у даотской семьи методом совершенствования и достижения высоких даотских уровней духовных. Но в общем и целом, для того, чтобы достичь таких уровней, он используется созерцательной практикой Задзоком, прочее как он называется. Но сам по себе он обладает очень мощными оздоровительными эффектами. Я использую такого хрута от лечебной физкультуры, да? Почему? Потому что он простой, но рабочих действий особенно не имеет, легок в освоении и занимает вообще всего 20 минут, сокращенная версия, что очень удобно в наше время. То есть просто безопасно, ну много места не требовалось. В общем, идеальный комплекс. Вот. Ну, соответственно, работа эта начинает включаться не так быстро. У кого-то быстро, у кого-то нет. Это все индивидуально. Ну, в общем и целом, скажем так, китайцы классически, что по всем китайским утверждениям, что через полгода начинает только работать. Поэтому вы начали заниматься через неделю эффекты чудесных между. Это не таблетка, она в день. И регулярность важна. Необязательно каждый день хотя бы там начать с двух раз в неделю или с одного раза в неделю, чтобы себя приучать. Потом два раза в неделю, три раза в неделю. Ну, можно каждый день. Каждый день это идеально. Когда его выполнять? Да, идеально, но не обязательно прям. Начинайте один раз в неделю, два, чтобы привыкнуть, нравится, не нравится. А когда его делать? А у вас как только солнце не дает. Солнце встает, появляется ян, мы его набираем. Когда солнце идет уже за полдень, уже как бы пытается не очень хорошо им заниматься. Почему не хорошо? Ну, потому что если вечером вы будете его делать, будут проблемы с засыпанием. Ян, это активность, многие отмечали, что сложно заснуть. Он как энергетик, как кофе, можно сказать. Какие эффекты от него, если вы здоровы, болячки не проходят? Просто жить становится лучше, веселее, улучшается настроение, появляется энергия. Какие вот эффекты? задавали вопрос, а как понять, правильно ли у меня все работает? Даже если вы технически можете что-то сделаем неправильно, но вам нравится заниматься, и после занятия вы чувствуете вот такое выдушевление, привлечь сил. Бывает такого, что просто вдох-выдох и рад, что у нас эти желудочки исправятся. Мы просто рады с чувствами. Естественно, он не нервирует, в отличие от охлета. То есть только такой тоник приятный. У нас ровно время пошло, я объясняю немножко. Кажалось бы, он простой, но по нему рассказывают после ночной что я подниму. Стасиками все. Потом его наполняем. Не важно, в какую сторону обращены, но поступь в себя переют абсолютно. Какая одежда, не важно, главное, чтобы она свободна. Место сняла одежду. Лучше выполнять вдали от людей или в собственной комнате место, чтобы можно было размахнуться руками. Движение растет и снял. Так и снял. Упражнение можно делать аккуратно, если под вами соседи, того, какие-то открытия ночи. Конечно, они можно реализировать. Ну и все. Значит, что еще? Выполняется он не на пустой желудок, не на полный. Можно попить чаю за полчаса за полчаса до занятия. Ну вот полчаса считается, что мы в этом реке. Если потому, что вы голодный, то это вас будет отвлекать, если вы поели, то энергия вся идет в желудок, в телевизион, самоподействие. Ну вот наверное общие слова и все. Ну и после комплекса считается, что минут пять не смотреть в экран телефона, не отвлекаться на такие лейтонные дела, звонки, бытовые дела. Просто походить или посмотреть на него, либо позаниматься какими-то физическими оптажами. Любым. Спасибо. Базовые. Базовая история, с которой мы начинаем. Мы можем начинать с девяти очистительных питаний, я про них рассказывал, и можно начинать сразу приступать в комплекс. Девять очистительных это мы выполним, не важно. Это отдельный яншант. Как мы выполняем сам комплекс? У нас стукни параллельны, потому что они образуют квадраты. Есть равномерно распределенные. носки на одной линии. Это очень важно. Вес у нас обратите внимание, что он не на носках и не на пятках, а равномерно распределиваем. Мы, когда обычно, обычно в нашем состоянии, мы куда-то вес переносим. Либо на пятках, либо на носке. Когда еще подростки, дети, они больше на цыпочку, а уже когда врослею, больше переносит вес на пятки. Есть такой момент. Здесь мы выравниваем свою реконструкцию, свою, и нужно внимание обращать очень четко на свой скок. колени в естественном состоянии слегка подобнуты. В некоторых упражнениях они открыты, фиксированы, что связано с каналом ночевого пузыря. Таз подобран. Собака подняла плоскость. Собака, когда холодно, плоскость поджимает. Или сквозь кубу собаку поджимает плоскость. Что это значит? Крестец кубчик у нас мы выносим по центру. И таким образом у нас существует подтягивание. слегка сжимается сфинктер прямой пешки. Вот прикрывается китайским понятием утечка энергии. Это легкое поджатие. если вы в туалет в большом распадении там автоматически сжимается. Здесь то же самое. Не сильно. Это контролируем. Сильнее делать плоскость. И таз у нас и назад не вперед а по центру получается. С чего? Чтобы точка байхуэй собрание я. Собрание и хуи-и как батарейка. Потому что ходит четко. Прямо проводили волю неба. Дальше. Поясница у нас выпрямлена. У нас существует естественный лордоз. То есть прогиб поясницы. Как мы выпрямляем, можно представить себе сагитальную сагит из тела, которая входит в точку шан-цюй. хуфок в конце хуфок это точка которую все могут увидеть. И вот напротив турка если представить себе из позвонка мы его выдавливали. Таким образом мы убрали поясничный талий. Это все нарабатывается тренируется сначала кажется что это тяжело но постепенно все работает. Дальше глаза у нас полуприкрыты приспущенные занавески так называемые не широко открыты и не зажгнули. Взгляд ровно язык за зубами важные такие детали которые говорю постоянно мы все время повторяем крык и себе за одно первое упражнение две ладони называется гранди в макушку помести пользу прям обогреватель исходное положение у нас вот такое это отличается у нас то что я описал сейчас кратенько нагрузками в идеале мы слое сознание ощущаем себя в центре грубей в центре себя люди себя ощущают в голове потому что у нас здесь органы чувств рядом голова это офис ума или духа шень шень гидает сердце можно представить что сознание как на лифте переезжают сердце в самом деле оно там и есть всегда это мы транслируем или просто вспомнить о том в сердечном сомнении и поехали первое упражнение две ладони называются с макушки приносит и уже прям обогреватель в макушки и в макушки Продолжение следует... 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 Это достаточно простое упражнение, если внимание к деталям, то оно будет получиться. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... 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 Спасибо. Слева печень, справа легкие, словно целишься в беркутах. Печень слева это не оговорка. Печень связана с чем у нас? Это как бы печень, печка, солнце. Солнце у нас поднимается на востоке, идет на запах. А для китайцев юг впереди, не как для европейцев. Для европейских капс север. Все населено куда? Царство мрачная Аида. Холодно. Там нет тепла. Китайцы в юг. Федератор сидит на юге. Соответственно, восток слева. Печень – это функциональное объединение, это не орган. Это орган, еще и функциональное объединение связан с движением, со зрением. Если селезенка связана с рассудочным мастерством, то печень – с образным мастерством. В художественном образе печень. Эмоции художественного перемороза. Математика – селезенка. Это функциональные вещи. Нельзя просто так переносить и понимать, потому что это не печень, это хигань. Селезенка – это пинь. Просто так перевели. Волосибирске. Рангам. Мастер. 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 Волосибирск. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...